Мы подходим к последним главам книги Откровения, и эти главы хорошо показывают, почему нам на земле нельзя то, что другим позволено, потому что нам хочет Бог дать то, что другие не получат, потому что им не позволено. Что широкий путь ведет в погибель, а узкий ведет в его царство. Эти главы, которые показывают события, которые происходят сразу же по пришествию Христа на землю, по его второму пришествию. Конец 19 главы, мы читали, сегодня 20 глава, конец 19 главы заканчивается как Христос, буквально, как кто-то побеждает, как всадник на белом коне, приходит, чтобы воцариться. И он своим пришествием, просто своими словами уничтожает своих врагов, ту коалицию армии, которую антихрист и дьявол соберет, чтобы попытаться не дать Христу воцариться. И все эти армии разбиты просто словами Христа, убиты. А два главных защищенщика во плоти, в теле, это этот зверь, который называется правителем того мира, и его лжепророк, живем, кинуты сразу же в озеро огненное. И вот, книга Откровения продолжает это повествование. Что будет, когда Христос приходит во второй раз на землю? Глава 20. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона-змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщав уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Христос приходит на землю и учреждает свое царство, которое буквально будет на земле тысячу лет. Христос царствует. И для того, чтобы это царство принесло благословение, чтобы Христос мог сделать то великое, что говорится в этом царстве, будет. Это будет самый прекрасный период жизни на земле. Христос первым указом или повелением делает то, чтобы через Ангела Божьего был устранен на это время дьявол. Чтобы просто он не мешал Христу делать свое царство. И вот на тысячу лет, пока только на тысячу лет, потом сказано, на малое время он будет освобожден, чтобы уже на вечном осужденном. А пока просто как бы изоляция, как сезон для дьявола на тысячу лет до суда. Чтобы он не делал то, что он делает сейчас и во все времена. А что он делает, сказано в третьем стихе? Дабы не прельщал уже народ. Прельщал это буквально как бы обманывать, сбивать с пути. Вот то, что он любит делать и то, что он делает, сбивает людей с толку, дурит их. Поэтому мы можем думать, почему украинцы такие, может быть, не мудрые. Но это не только потому, что они такие не мудрые, а потому что есть тот, кто и дурит, и он дает, а не дает себя, не имея защиты от Христа, сбивать с толку. И вот для того, чтобы царство вступило в силу, сначала изолируется на тысячу лет сатана. Стиха 4 читаем. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющие участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Также в самом начале царства, перед началом царства, перед началом этого тысячелетнего благословенного периода, Христос своим пришествием воскрешает своих, тех, которых Он желает ввести в это царство. Земное царство тысячелетнее. Здесь упоминаются те, кто были убиты перед этим в царстве Антихриста. Потому что когда придет Христос, часть людей останется живых. И когда будут суды, кого пустить в это царство, кого не пустить. Но также Бог Христос оживляет от убитых Антихристом, оживляет, воскрешает их, даруя им честь быть вместе с Ним в этом правлении, в этом царстве. Также, по-видимому, в этом тексте не говорится, но по-видимому, также будут воскрешены ветхозаветные праведники, которым было обещано это царство. Помните, здесь очень много-много прочих в Ветхом Завете, какое будет царство, когда придет Христос для евреев. Потому что будет мировое правление, и царица всего мира будет Иерусалим, и Христос будет царем всего мира. И евреи ждали этого царства, и думали, когда придет Христос впервые, что Он его сразу же сделает. И когда такое не случалось, это то, что послужило для многих из них разочарованием. Что же это за царь, который не делает царства? Но Христу для того, чтобы делать царство, нужно было сделать сначала победу над грехом. По-видимому, будут воскрешены праведники Великой Скорби, которые были убиты за свою праведность, за то, что они не поклонились антихристу. Будут воскрешены для этого царства ветхозаветние праведники, которые так же ждали этого обетования, этого Золотого века, когда царем будет вечный царь из линии Давида. Так же в это первое воскресенье, о котором здесь говорится, что блаженны те, кто выйдут в это первое воскресенье. Уходит церковь. Церковь даже как бы начнет, будет как бы первыми, кто в этом первом воскресенье воскреснет. Потому что, помните, говорится, что многие из царки даже не дождутся смерти, или не увидят смерти, потому что мы будем восхищены еще до пришествия Христа, на землю, как бы воздух, на встречу к Нему. Видимо, как бы аналогия событий первого воскресенья такая. То есть первое – это воскресенье для праведных до начала Трешлетнего Царства. Так вот, Христос приходит, сначала забирает церковь, в этот период приходит Великая Скорбь. Христос приходит на землю и воскрешает остальные праведники, вот Возоветние, праведники Великой Скорби. И Он для них делает царство тысячелетнее на земле, и для тех, кого тоже допустит Он своим судом из живых в это царство. Может быть, давайте попытаемся вспомнить, что нам известно, потому что здесь не говорится, какого будет это царство. Просто казатируется, что оно будет, и будет тысячу лет. Что говорится об этом царстве, кто помнит из Ветхого Завета? Какие признаки, ну, что именно говорится? Хищных животных уже не будет. Лев будет кушать травку вместе с зевенком. Ребенок будет брать, как червяка, змею, и не играться, он не будет кусать. То есть, это проклятие природы будет забрано. Природа снова как бы вздохнет, и будет такой благословенный, который она была до грехопадения. Что еще, кроме природы, мира природы, изменится? Царство Христа, что еще будет? Кто помнит из Ветхого Завета? Замена будет поделена, да. Ну, если без ссылок, без ссылок, текстового Писания. Это будет период мира. Период тысячелетнего мира, когда не будет абсолютно никаких войн. Сейчас нет секунды на земле, чтобы люди друг друга не убивали. Это будет период полного мира. Даже такое понятие, как вооружение, или автомат, или пулемет, или пистолет исчезнет. Это не будет даже. Что здесь такого у американцев? У каждого арсенала. Не будет, просто будет полный период мира. Потому что Христос будет царствовать, и это будут его указы. И все будут подчиняться, все будут абсолютно исповедливаться мир. Не будет граждовать, не будет войны. Вся эта индустрия, которая сейчас направлена на войну, на военный комплекс, будет работать для мира, для процветания. Также говорится о том, что будут такие благословения в природе, что люди смогут жить очень долго. Сказано, что 100-летний, если будет умирать, то он будет умирать, как юноша. И это сказано, что 100-летний грешник. То есть, если кто в этот период умрет, в таком раннем возрасте, то это будет причина, потому что он захочет жить по-греховному. Нарушая законы Христа. И тогда ему будет сразу же пожинать. Тогда будет невегодно быть грешником. И все будут, все захотят быть праведниками, потому что сказано, что все должны будут поклоняться только Иисусу Христу. Если кто-то не захочет ему поклоняться, какого-то народа, на том народе не будет дождя, будет заскор. Нужно поклоняться Христу. Это будет, еще раз, благословеннейший момент, когда процветание, мир, долгая жизнь, крепкое здоровье, полная гармония, потому что Христос царствует. Помните, я на Благовещение читал тексты, где говорилось о том, что пророчество Иеремии, где горе пастухам, плохим, неправедным, говоря о царях. Потому что они о себе пасут, заботятся, они грешники. Но будет период, когда придет Христос царь, и это будет праведный царь, и будет вам благословение. Вот это время наступит. Мы хотим, чтобы было хорошо. Проблема, что мы думаем, выберем, мы поменяем одного грешника на другого, проголосуем, и будет хорошо. Но все равно будет грешник. Хорошо будет тогда, когда будет Христос праведным. И Он будет праведным. И Он будет требовать праведности. И это принесет благословение людям. Потому что праведность, это не потому, что только Богу это надо. Это нам надо. Бог говорит, живите по заповедям, и вам будет благословение. И вот тогда будет благословение. Потому что Христова конституция, Его законы, это будет живите праведным. И Он будет царствовать, все будет подчинено Ему. Все правление будет подвластно. И все будут спать Его волю. Чиновники, все будут делать то, что им Христос скажет. Представляете? Такое будет на земле. Такой период. Тысячу лет. Ну и... Меня поражает, что будет после этого. Честно говоря, меня поражает. А вот что будет после этого. Седьмой стих. Давайте внимательно послушаем. Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей. И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. То есть как бы со всех концов земли. Гога и Магога, это как бы главных председателей. И собирать их на брань. То есть на восстание, на бунт. Число их, как песок морской, которых он обольстит. Дальше. И вышли на широту земли. И окружили стан святых. И город возлюбленный. То есть он будет отпущен сатана. Он вдохновит людей. И огромное количество людей пойдет восстанием против царства Христа. Желая издать Иерусалим и тех, кто подчиняется Христу. Те, кто не восстал против него. Дальше. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прелещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь в веке веков. Меня поражает, не знаю, как вас, что люди так легко будут обмануты и захотят, они сделают восстание, чтобы скинуть Хреста с властью. Как можно убедить людей, когда будет хорошо? Когда гармония в природе, когда идеальное состояние. Люди могут жить будет 500 лет, 1000 лет. Если ты только живи правильно. Все хорошо, все благословено, все честно, все правильно, никакой коррупции, полный мир. Живи и радуйся. Что может их убедить? Как можно их обмануть? Как можно будет, когда видеть Христа, царствующего, и знать всю историю, которая была до этого? Как было плохо? Как можно обмануть? Но не хабанет. Я не знаю. Во-первых, это показывает крайнее лукавство, его силу в этом лукавстве, сатаны. А во-вторых, это, наверное, показывает, насколько человеческое сердце все равно испорчено. Потому что в царство войдут не только воскресшие праведники, которые будут со Христом царством, его святые, а войдут и другие живые, которые будут допущены в это царство. В царстве будут рождаться новые люди. Люди будут жить под семьями, плодиться, размножаться. И будет поколение людей, которые будут праведными, потому что неправедным будет быть плохо. Греши накажут. И они будут вынуждены все жить правильно. Вынуждены, но им будет этого хорошо. И составляют их убедить, что такое? Что вы как себе дали роботы какие-то? Что вы все подчиняете? Я не знаю, что будет. Что у вас нету свободы личности. А может вам хочется грешить, а может вам хочется быть таким вот извращенцем. А что ты должен быть таким? Быть таким вот. Что-то их убедит, этих людей. Что они захотят пойти восстанием вот этой массы, миллионы, миллиарды людей. Пойти восстанием против Христа и Иерусалима против святых. Не знаю, что это идти против Бога. Или забываешь, что идти против Бога. Ну и этот бунт будет крайне печальный для всех, кто будет в нем участвовать. Просто огонь Божий, как упал на Содом и Гоморру. Что-то похожее. По всех местах. Все эти мудрии будут сожжены моментально. Ну а дьявол уже моментально, Божий уже на вечность. Не на тысячу лет, а на вечность в ту кампанию, которую он для себя организовывает. Если посмотреть на стих 10, то вот к нему дьявол был брошен. Тем, кто попал туда ранее, тысячу лет до этого. Помните, Иисус приходит и врагов уничтожает до тысячелетнего царства. И этого антихиста, или зверя, или мироправителя кидает с лжепророком в озеро огненное. Проходит тысячу лет. Где они, эти люди? То же самое. То есть они не исчезли, они мучатся. Они мучатся тысячу лет. И мучение не прекратилось, и его стало ни на каплю меньше. Они все еще мучатся. И сказано, что им глядя сатана, и они тоже вместе будут мучиться в веки веков. Озеро огненное, это мучение в веки веков. В веки веков. Такой вот кампании. Первые представители уже собраны, да? Потому что для остальных еще будет суд. Ну и дальше говорится о тех, кто воскреснут после тысячелетнего царства. Вторая группа воскресших. Помните, сказано было, блажен и свят, кто имеет участь в первом воскресении. О втором такое не сказано. Видимо, воскресение второе, после тысячелетнего царства, это для всех остальных, кто не упадает в этой категории божьими свят. Стих 11, давайте до конца главы. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем. Кстати, этот суд часто называют, в богословстве, суд у великого белого престола. Последний суд, акшитерный суд, суд на дни спасенных, сиящего на великом белом престоле, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. То есть, как бы, этот материальный мир, он убегает, потому что будет обновленное, новое, что-то вечное. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвы и по написанному в книгах сообразно с делами своими. Когда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад, вот итог. И смерть, и ад, то есть, тот, откуда вернулся, и дальше, после этого суда, и смерть, и ад, повержен его озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Так. Все остальные, жившие когда-то на земле, воскресли. Воскресли для того, чтобы попасть на суд. И сказано, что на суд попадают, как бы, из двух мест, да, вот. Из смерти, и из ада. Море, где, незахороненные умерли тела. Смерть, это как образ тех, кто были захоронены, где-то в гробах, в кладбище. Море и смерть отдают тела, ад отдают их душ. Потому что, Евангелие повествует, что когда человек умирает, неспасенный человек умирает, то его тело разлагается, а душа уже идет в ад. В ад, это как, ну, место временного мучения, до суда. Ну, это там, как вот у нас, у нас есть, арестовали человека, кинули в СИЗО, еще нету до суда, ну, ему уже там плохо. А потом еще будет тюрьма, после суда. Вот, в аду это до суда, души до суда находятся там, а тело на земле клеит. Воскресение, это когда душа, сада, соединяются уже с воскресшим телом, нетленным, и становится эта личность на суде. И на суде решается и участь, и она решается, как бы, двумя путями, да, есть книги, которые называются, просто книги, их много, и, по-видимому, эти книги, что собой представляют, вот этих, которых много. Если смотреть на стих 12, то конец стиха. Судимы были мертвые по написанным в книгах сообразно с делами своими. Видимо, это книги, которые, которые, как бы, зарегистрированы жизнь человека, ну, или, другим словами, то, за что его будут судить, его преступления, его согрешения. Дело, да, вот, заведенное дело. За всеми-всеми-всеми нарушениями Божьего закона. За доказательствами, за аргументами, с фактами. И другая книга, которая называется книга жизни. Итог таков, да, кто не записан в книге жизни, кто не записан в книге жизни. Не важно, какое у него дело, да, оно достаточное, чтобы попасть туда, вот, в озеро Огненное. То есть, чтобы быть спасенным, нужно быть записан в книге жизни. А уже участь неспасенного, возможно, ну, говоря о стихе, о степени его наказания, возможно, о глубине погружения в то озеро Огненное, я не знаю, может быть, там будет разница, да, вот, по толщине папки, я не знаю, может быть, но, как бы, дела, любого, достаточны, чтобы быть осужденным. Потому что, как и в Писании, что, осудил на женщину с ожирением, и уже подлежишь суду. Думаешь, что это был рад в твоей жизни. Сказал, празднуя слово, это достаточно, чтобы за него отвечать на суде. И, видишь, какие-то скрытые, тайные поступки, дела, похоти, которые никто не знает, из родных даже. Ну, Бог их знает, и сказано, что Бог тайно поведет на суд. Даже мотивы человека выведет на суд. Поэтому, на том суде уже не решается вопрос спасения. Потому что, для спасения нужно было быть записанным в книге жизни. И эта запись, возможно, была, нужно было жить при жизни. После смерти уже не живешь. Нужно было духовно жить или воскреснуть при жизни. Поэтому, это большое заблужение, когда люди думают, что на суде что-то будет взвешиваться, считаться количество добрых дел, злых дел, так как оно что-то будет уравниваться, что-то будет возможно перевешиваться. Библия, это не, такое не говорит, это не библейская теория. Это теория того, кто вот обращает людей, дьявола. Греши, греши, ничего страшного, он немножко делает добро. Страшно. Потому что есть один, как фарисеи Метель, не важно, сколько у тебя добра, важно, ты сокрушаешься в своих грехах, имеешь в них прощения. И это также для нас вызов, который еще раз показывает нам как церкви, что нет вариантов спасения вне Христа. Нет. вне личного уверования и покаяния с Христа. Миссия церкви, наша миссия, каждого из нас, и наша, конечно, церковь, людьми, которые эту правду Божью доносят из своей жизни, из своими словами. К сожалению, суд страшен и последствия очень страшны. Он конец 10-го стиха и будут мучиться день и ночь во веки веков. Будут мучиться день и ночь во веки веков. Кто не был записан книг жизни, кто был брошен туда. Божий суд неподкупный, неправедный, нелицеприятный. И Господь это говорит нам, потому что Он любит нас, любит грешников, любит всех. Он говорит эту правду для того, чтобы этой правдой мы были спасены. Он говорит это, говорит, вот как Я вас люблю, вот почему Христос был за вас распят. Вот почему нужно было, чтобы Он был распят. Ваше наказание принес невин. Вы доверившись свою жизнь Ему, веруя в Него, приняли Его спасение и получили ту жизнь регистрация, которая будет написана в Его книг. И Господь нас благословит быть теми, о коем сказано Блаженный Свят, имеющий участие в Первом Воскресенье. Или в Первом Воскресенье еще есть такая деталь, возможность, если мы доживем физически до Его пришествия, быть изменен в Немье Смерть. Воскресенье. В это восхищение. Также пусть Господь нас благословит. Еще раз, это один из мотивов, важный мотив, который Бог нас показывает. Почему мы здесь на земле? Что самое важное на земле? Что мы должны желать себе, своим родным, своим детям? Их Него спасеть. Нашего спасеть. Этот мир очень скоро пройдет. Наступит настоящая реальность, вечная реальность. Эта глава говорит о том, что какая участь, страшная участь в этой вечной реальности для Неспасенных. Последние две главы будут какое-то благословение, какое-то благословение Неспасенным Несохристо на Небесах. В своей жизни нас это благословит и вдохновит жизнь жизнью ожидающего Его пришествия. Жизнь жизни, когда мы любим тех, кто возле нас, и желаем ихнего спасения. Молимся за их спасение. Своей жизнью показываем этот путь спасения. До славы пусть его это будет Аминь.